Друзья, привет! Вы присутствуете при историческом моменте. Ниппан-2 оседлал дорожный мотоцикл, ездит по городу. И первое, с чем я столкнулась вчера вечером, когда забирала мотик на тест, то, что мне нужно было его перегнать от места, где я его забрала, до гаража. Шлем у меня мой был, еще с байкальской мили, с темным стеклом. Я, конечно, ехала аккуратно, потихоньку, и, в принципе, всю дорогу с открытым стеклом, потому что с темным стеклом смотреть на дорогу ночью практически невозможно. Вспоминая, как мы в прошлом году в салоне Байклендс смотрели на фотохромное стекло, решил сегодня заехать, посмотреть его еще раз и поставить себе на шлем, потому что возить с собой два стекла нереально. Получается так, что по делам ты выезжаешь утром в яркое солнце, а вечером солнце садится, и нужно ставить уже светлое стекло. Так что пойдемте вместе в салон Байклендс и посмотрим фотохромное стекло. И как оно действует. Собственно, вот оно, это стекло, фотохромное стекло Шои, которое подходит к шлемам NXR Xperia 3, такой же, как у меня, гоночный, и шлемы RIT. Самые популярные интегралы, которые люди используют для езды по городу. И я вам скажу, должно быть очень удобная вещь. Я как раз себе сейчас буду ставить, смотреть, как это все на практике происходит. Но у меня, как я уже вам говорила, проблема была вчера действительно серьезная, когда с таким вот абсолютно темным стеклом мне пришлось перегонять мотоцикл по городу. Да, конечно, светят фонари, но все равно темно, и какие-то жулики абсолютные перед глазами. Вот видите, я достала стекло из темного пакета, оно абсолютно прозрачное. Видно, да, что оно прозрачное? Оно фотохромное, то есть оно темнеет под воздействиями солнечных лучей, ультрафиолета, температуры в том числе. Чем выше температура, чем больше ультрафиолета, тем стекло становится темнее. Также, конечно, зависит от того, в какой позе, грубо говоря, да, вы едете, если у вас солнце светит прямо непосредственно на стекло, оно быстрее темнеет и становится более насыщенно темным. Соответственно, если там какие-то тени от деревьев и так далее, и сидите чуть наклонив голову, оно не такое темное становится. Оно не мгновенно темнеет, ему, естественно, нужно какое-то время для того, чтобы стать темнее. Это нужно, конечно, тоже держать в голове, то есть когда вы едете по яркому солнцу, заезжаете в туннель, это не то, что у вас выключатель, и мгновенно оно посветлело. Но достаточно быстро для того, чтобы, особенно если это какой-то длинный туннель, в принципе, оно начинает светлеть. Еще один плюс этого визора в том, что оно идет уже сразу с креплением для пинлока, то есть вы можете еще и поставить сюда вторую линзу пинлок, которая не будет давать ему запотевать. И один нюанс в том, что при холодной погоде чуть больше требуется времени стекло, чтобы стать темным, и наоборот, обратно вернуться в светлое состояние. Соответственно, чем жарче, тем этот процесс происходит быстрее. Ну и теперь я предлагаю пойти посмотреть на улицу, собственно, как это происходит. Здесь вы видите, оно абсолютно прозрачное в помещении. Так, смотрим, выходим на свет и смотрим, как оно постепенно начинает темнеть. Это хорошо видно, если мы смотрим на небо. Вот, можно вам показать. Это, конечно, требует какое-то время, чтобы прошло. Но видно, уже сейчас видно, что оно потихоньку, потихоньку становится таким сереньким. И темнеет. Сейчас мы чуть-чуть еще подождем. Вот, видно его, если повертеть, видно, что оно уже стало темнее. Ну, смотрите, для того, чтобы объективно сравнить фотохромное стекло и стекло, которое просто затемненное, которое стоит у меня сейчас на шлеме, вы видите, что сейчас облачность солнца, оно то выходит, то заходит. И, например, когда вот такая облачность, неявно солнечная, да, то такое стекло слегка притененное, оно идеально. У меня же стоит абсолютно черное мрачное стекло. И, например, при такой погоде оно все-таки уже слишком темное. Когда выйдет яркое солнце, фотохромное стекло станет еще чуть темнее, и оно практически сравняется с этим. Соответственно, вы видите, что удобство именно в том, что стекло, оно подстраивается под погодные условия. И вам не нужно постоянно бегать, прыгать, менять светлое на темное, возить с собой кучу запасных стекол. В одном визоре набор абсолютно всех нужных вам стекол. Поэтому я считаю, что это отличный выбор для повседневной езды, очень практичный.